Всем привет! После выхода интервью Егора Кридова-Дудя многие мне писали с просьбой разобрать это интервью. Скажу сразу, после просмотра в первый раз у меня сложилось целым положительное мнение о самом интервью и его гости. Мне показалось все вполне очевидным, ведь гость был достаточно откровенен и интервью было спокойным. Что же вы хотите разобрать, думал я. Но при повторном просмотре я отметил некоторые сомнительные моменты об уходе Егора Кридова из Блэйк Стар и покупке его имени Романом Ротенбергом. И этими наблюдениями я хочу поделиться сегодня с вами. Уверен, многим будет интересно узнать и поможет замечать похожие детали поведения в своей жизни, что позволит вам знать о беседе гораздо больше и вы не будете чувствовать себя обманутыми. Невероятно, но данная информация у нас в стране никому не нужна. Моменты, которые мне придется разбирать, требуют высокой концентрации, внимания и умственной нагрузки. Ведь найти что-то интересное в таком, казалось бы, простом интервью не так уж и просто. Поэтому я тренирую свою мыслительную деятельность с помощью платформы Викиум. Викиум – это крутая онлайн-платформа для тренировки внимания, памяти и мышления. Совместно со специалистами МГУ Викиум разработал методику тренировок с помощью игровых тренажеров. Программа тренировок формируется индивидуально на основании вводного теста. Постоянно отслеживает прогресс и корректирует ежедневную программу развития и постепенно усложняет ее. Предложенные мне упражнения помогают держать в тонусе память для запоминания информации, внимание для оперативного поиска незаметных деталей и невербальных сигналов, которые не так очевидны ни на тренированному человеку, концентрации и общей активизации мозговой деятельности. 4 миллиона пользователей уже оценили платформу Викиум. Заниматься можно бесплатно, но с небольшими ограничениями. Если тоже хотите развитие внимания, память, концентрацию, ментальные навыки, то ссылку на платформу я оставлю в описании. Для начала давайте все-таки проанализируем общее поведение игру Криды и тем самым определим его базовую линию поведения при ответе на вопросы. На протяжении интервью он ведет себя вполне спокойно, комфортно, он не контролирует эмоции. Часто появляется эмоция радости. Нет никаких барьеров, зажатостей. Все в рамках нормы комфортной беседы. Рассмотрим поведение, когда ему задают вопрос про деньги. Тут он не хочет давать конкретный ответ, но видно, что нет цели соврать или уйти от вопроса с намерением исказить информацию. В каком финансовом состоянии ты уходишь в самостоятельную жизнь? В нормальном. У тебя есть один миллион долларов на счету? Зачем тебе эта инфа? Он не дает конкретного ответа на вопрос. Он не хочет даваться подробности. Вероятно, для создания иллюзии скромности и отсутствия пафоса. Либо просто по каким-либо другим причинам. Тут мы не наблюдаем никаких сигналов стресса и беспокойства. Он не контролирует эмоции, а открыто их проявляет. Видно, что обсуждение этого вопроса не вызывает никакой эмоциональной нестабильности. Ему критически нечего скрывать, поэтому чувствует себя вполне спокойно. Так давай хотя бы один вопрос. Есть ли у тебя один миллион долларов на счету? Есть. Зачем нам это нужно? И я расскажу чуть позже. А пока давайте перейдем к вопросу об уходе Егора Крида из Blackstar. Все произошло полюбовно и без проблем. Что именно? Расставание. Не, ну конечно, это было долго. И где-то через полтора месяца мы только пожали друг другу руки и добились того, что у меня есть мой товарный знак Егор Крид и есть мои песни, я могу их исполнять. Первые сомнительные моменты касательно того, как у Крида получилось оставить себе товарный знак, при этом разойтись без проблем, он отвечает следующее. Слушай, ну я не знаю, наверное, у меня получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю. Вначале он не дает быстрого ответа. Он в замешательстве. Дудь делает ставку о другом рэпере, который испытывает трудности при решении подобной проблемы. Лёва, Эльван не может сейчас разойтись. Он в процессе переговоров по-прежнему. Далее он прямо заявляет о том, что не знает, как у него это вышло. Слушай, ну я не знаю, наверное, у меня получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю. Его речь также наполнена абстрактными фразами. Как-то получилось, получилось договориться как-то лучше. У меня получилось договориться как-то, получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю. Встречаются долгие паузы, различные односторонние при поднимании плеч, что является эмблемой неопределенности незнания. То есть фактически он прямо дает понять, что у него нет ответа на этот вопрос. Я убежден, что подобный процесс не может по своей сути быть простым и легко решаемым вопросом, при котором человек, договорившись о какой-либо важной составляющей, будет отвечать так нейтрально, а после вовсе говорит, что он даже не знает и не понимает, как так получилось. Ведь если мы сами решаем какую-либо важную задачу, мы отдаем себе отчет, как у нас получилось ее решить. То, что этот процесс имеет большую значимость, нам дает понять как минимум три факта. Первый – это длительность процесса. Переговоры длились более одного-двух месяцев. Очевидно, руководители и участники данного действия искали разные пути решения окончания контракта, один из которых это был вопрос о товарном знаке Егора Крид. Второе – это то, что другие участники лейбла испытывают трудности с тем, чтобы уйти с их псевдонимом, так как он является собственностью самого лейбла. И третье – это заявление самого продюсера, который убежденно говорит о том, что товарный знак принадлежит лейблу, и он уверен в том, что если будут работать не с ними, то Егор Крид уже берет отдельный псевдоним. Крид – это ваше? Да, товарный знак Егора Крид принадлежит лейблу Блэкстар. Он может стать Егором Булаткиным, он может стать там кем угодно. И сам товарный знак певцов, то есть псевдоним – это прибыль для лейблов и продюсеров, что само по себе имеет первоочередную важность для них. Отсюда и длительность обсуждения таких вопросов, в том числе. Просто так, несмотря на хорошее отношение между участниками, разойтись полюбовно не получив какой-либо компенсации или разрешения за то, что фактически они создали артиста, хоть и теоретически допустимо, но маловероятно и вызывает определенные сомнения. И после осознания наличия этих трех факторов фраза «У меня получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю». Звучит очень сомнительно и просто, не находите? Такие фразы больше подходят для ситуации, когда ты, например, спрашиваешь у своего одногруппника, как у него получилось отпроситься с пары у преподавателя, когда у другого товарища это не получилось. «У меня получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю». Но это только первый момент, который начинает вызывать сомнения. Давайте двигаться дальше. Когда Дудь спрашивает про отношения с Кариной Ротенберг, поведение Крида слегка меняется. «На какой из этих встреч появилась Карина Ротенберг?» «Ни на одной я не могу». «Где и когда вы познакомились?» «Слушай, мы познакомились до Нового года». Если про знакомство, он рассказывает еще вполне спокойно и его невербальное поведение конгруентно с его словами, то дальше начинаются малозаметные проявления волнения. Вероятно, представляя, к чему клонит Дудь, Егора начинает захлестывать эмоции, и у него заметны признаки страха. Они не так очевидны были даже мне, пока я не прилетелся повнимательнее, где вместе со страхом проявляется лимбическая реакция замирания, а далее бегства. Из-за возникшего стресса у него пересыхает в горле, из-за чего пытается смочить слизистую полость рта. Затем можно обратить внимание, как у него не хватает кислорода в легких, из-за чего его речь становится обрыстой и резкой. «И вы подружились?» «Да». «Вступал у них на семейном торжестве?» «Не, ни разу». «Вы общаетесь?» Плюс можно обратить внимание, как его ноздри в этот момент сильно расширяются, что говорит о том, что нос в качестве поглощения кислорода работает с большей интенсивностью, чем обычно. А он, вероятно, не вдыхает его через рот, так как приходится контролировать свой организм от нежелательных движений и не выдавать возникшего беспокойства. Это все является реакцией вегетативной нервной системы. Помимо прочего, при страхе повышается уровень адреналина в крови. И в данной ситуации, помимо всех тех сигналов, что отметил ранее, «поправление и привстывание на месте» относится тоже к реакции бегства и сигналам возбуждения нервной системы. Если говорить на простом языке, то, почувствовав легкий дискомфорт, ему по каким-то причинам становится неудобно, и пятая точка затекает, и он пытается найти комфортную точку. Но наличие всех этих сигналов говорит о том, что, скорее всего, это причина возникшего страха и лимбической реакции мозга замирания и бегства. Вербальная реакция бегства проявляется еще дальше, когда он пытается увести тему разговора, приводя непонятный, на первый взгляд, пример с Кобзоном. Здесь я в пример могу привести Кобзона. Он не совсем уместен, поэтому на фоне возникшего стресса его мозг не успел продумать более логичное сравнение и начал предпринимать действия для своей защиты с тем, что имеется. К слову о защите. Да, это еще не все. И после этого мы еще также наблюдаем признаки стресса, либром людей, вот и все. Которая проявляется в глубоком и скрытом дыхании. Мы не с Кариной первым, мы с Борисом Романовичем. Странно, что когда речь зашла про Карину Ротенберг, он переключился в оправдательный режим. Ему зачем-то понадобилось объяснять свою позицию, приводя пример с Кобзоном. И после этого, еще со страхом на глазах, чтобы про него ничего плохого не подумали, он говорит следующее. Ты Карину Ротенберг с Кобзоном сравниваешь? Нет, почему? Я сравниваю себя. Это правда, что если бы не они, не имя, не песни, ты бы себя не оставил? Мы чуть опоздали с этой темой. Я хотел уже здесь об этом сказать, что это неправда. Но буквально час назад до нашего интервью Тимати выложил опровеждение того, что Борис Романович Ротенберг, к его сожалению, не участвовал в сделке между мной и Блэкстаром. Для начала хочу заострить внимание на вербальной составляющей. Когда он говорит, что Тимати уже выложил видео и, к его сожалению, Ротенберг не участвовал в сделке. Меня очень смутило то, как Рид подчеркнул эту фразу. К его сожалению. Как будто она является очень важным критерием того, что это является фактом реальности слов. И скорее похоже на внутренний код, который используют несколько людей одновременно. Подобную стратегию используют лоджицы, когда группа людей сговаривается и обозначает общие факты, которыми будут оперировать перед следователем, например. Что якобы докажет то, что истории у них схожи. Но это лишь предположение. Я решил посмотреть видеозапись, которую разместил Тимати у себя в Инстаграме. Вообще анализ монолога считается некорректным, ибо реакции тела могут возникать на что угодно. На внутренний стимул человека в голове. У нас нет возможности задавать вопросы и вызывать или иные реакции лично взаимодействовать. Но тем не менее, хоть чуточку информации о характере эмоций мы получить можем. Хотелось бы подытожить бесконечный поток каких-то сплетен, слухов, фальшивой информации в прессе о покупке Борисом Романовичем Ротенбергом товарного знака Егор Крид и вообще об участии этого человека в этом контракте. На той самой фразе, которую произнес Крид к его сожалению и в этом же видео сам Тимати мы наблюдаем эмоцию радости. Эмоция радости возникает тогда, когда происходит удовлетворение той или иной потребности и критерия. Фраза «к сожалению» предполагает утрату или потерю того или иного критерия, что сопровождалось бы эмоцией печали. «К большому, моему, наверное, сожалению». И в этой фразе происходит неконгруентность произносимых слов и невербальной реакции, которая проявляется в эмоциях, что наводит на определенные сомнения. «Я не понял. Ну, очень интересно». Если хотите замечать подобные эмоции и уметь также их интерпретировать, то приглашаю в свой инстаграм, где периодически провожу различные упражнения по распознаванию эмоций и невербального поведения. Это удобно, ведь находясь в дороге, на работе или на учебе, в любом месте вы можете проходить такие упражнения и с каждым разом повышать свои навыки чтения человека. Кстати, там сейчас провожу бесплатный мини-курс для новичков по изучению невербального поведения и чтения человека. Ссылку на инстаграм я добавлю в описании. А пока возвращаемся к виду. При произнесении этой фразы мы наблюдаем следующие сигналы. То есть это правда то, что его там не было. Речь сопровождается небольшими паузами, что может говорить о том, что в данный момент в голове происходит интенсивная обработка информации, возможно возникшая на фоне противоречия слов и приходится контролировать речь. Окончания фраз также звучат обрывисто и резко из-за задержки дыхания и недостатки кислорода в легких. То есть это правда то, что его там не было. И это также подтверждается, что к концу фразы мы наблюдаем, как ноздри носа расширяются, тем самым пытаясь набрать воздух через нос с большей интенсивностью. Далее, после того, как Дудь говорит о том, что слышал об этой истории до новостей, мы наблюдаем следующую реакцию Крида. Смотри, я про то, что Ротенберги вписались за тебя, услышал за несколько дней до новостей. И не, я не помню, Стархит написал или кто-то из этих шоу-бизнесских медиа. Телеграм-каналы всякие. Я узнал это не от них. На то, что Дудь это где-то мог узнать, помимо, как они считают, телеграм-каналов и желтой прессы, у Крида нет никаких эмоций и удивлений, которая вполне логично должна бы возникнуть на информацию, которую человек слышит впервые. То есть он допускает возможность такого события. Слухи не возникают просто так. Так и Дудь заявляет о каком-то источнике. Егор Крид не дает прямого отрицания на это заявление. Он интересуется, что это за источник, когда в случае реальной невозможности этого события он бы дал точно и резкое отрицание. Это не от них. От кого? Я не могу сказать, но от людей, которые... Как, например, это делали Киселев и Гордон, когда Дудь был в чем-то неправ, называл неверные факты, и они указывали на это в дополнение, еще добавляя то, что Дудь не подготовился. Тут же мы не наблюдаем отрицания, а значит, потенциально Егор допускает вероятность такого источника и то, что такое событие, обсуждение и общение на эту тему могли бы быть. Далее на версию о том, что произошло по данному источнику, мы видим. Версия следующая. Когда переговоры же стали идти хреново, Егор Крид обратился к дружественному себе семейству Ротенбергов и сказал, друзья, а могли бы ли вы мне помочь? И Ротенберги помогли Егору Криду развестись с Блэкстаром полюбовно. Это не так. Что Крид в очередной раз не проявляет никакой эмоции удивления, возмущений или выражений несогласия. И отсутствие прямого отрицания сразу после заявления, а только лишь после микровыражения, Это не так. которое означает сдерживание негативных эмоций, которые используются также с целью оттянуть время. И только потом, без ярких эмоций, произносит фразу Это не так. Это не так. Ну, все, что я могу сказать, что это неправда. Вот и все. Который не подкрепляется какими-то конкретными фактами или событиями, которые были бы весомыми в данной ситуации, особенно с учетом подозрений в его сторону. Они бы были здесь более чем уместны. Если изначально я еще сомневался в том, что эта ситуация могла бы быть, и теоретически все это может значить что угодно, то после ряда таких наблюдений я убежден, что, скорее всего, вопрос решился именно таким способом. И участникам этого события есть что скрывать и вполне понятно по каким причинам. Несмотря на это, я не испытываю какого-либо негатива по отношению к риту. Всем нам есть, что скрывать по тем или иным причинам. Это дело каждого. На этом примере я хотел лишь показать вам, как то, что мы скрываем, может проявляться в нашем невербальном поведении. Возможно, зная такие особенности, для кого-то из вас это сыграет решающую роль в той или иной жизненной ситуации. Признавайтесь, захотели проанализировать меня после этих фраз? И напомню, если хотите больше узнать об искусстве чтения человека с научной точки зрения, то сейчас в своем инстаграме я провожу обучающую неделю, в рамках которой каждый день размещаю информацию, с чего начать, какие книги читать, различные советы и так далее. Кому интересно, переходите по ссылке в описании в мой инстаграм. Это позволит избавиться от различных заблуждений и ошибок в этой теме. А сегодня у меня все. С вами был Сергей Бубович. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok